Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня простая тема. Укроп. Вот если бы мы сейчас заехали в любую деревню Беларуси, подошли к хозяйке и спросили, подскажите, как вы выращиваете, как вы сеете укроп? Она бы сказала, а на холеру его выращивайся, и он сам расти. Давайте, перехожу на русский язык, она потом бы рассказала, что оставляет несколько растений, которые обмолачивает естественным образом ветер, а в конце сезона она вырывает, и в процессе прорывки что-то осыпается, а то, что не оторвалось, не осыпалось, она слегка обтерушивает, так сказать, в землю, и весной появляются дружные всходы. А затем, дочушка, то, что лишнее прорываешь, глядишь, чтобы другому не мешало расти, и таким образом ты всегда с урожаем и зелени, и хватает собрать семена и розетки, зонтики на всякие маринады и засолки. И на этом можно было бы наш сюжет закончить. В принципе, это верно. Но мы в своих репортажах отталкиваемся от вопросов наших подписчиков. Значит, кому-то что-то неясно, и кому-то остались какие-то вопросы в деле выращивания укропа. Я попробую сообщить вам что-нибудь новое, или, может быть, надеюсь, интересное в этом легком, простом деле. Очень красиво звучит по-латыни, не могу не произнести. А на этом гуравиоленс – укроп пахучий. Укроп известен и издревле, греки его даже использовали для украшения жилища. Ну, согласитесь, он красивый, пушистый, ароматный. Зелень красивая, и зонтики красивые, желтенькие. А как лекарственное, естественно, растение даже в официальной медицине используется. Ну и, конечно же, пищевое растение. Очень незаменимая зелень в нашем рационе в любой, кстати, период. Что мы еще упомянем про укроп? Конечно, вот эта хозяйка из белорусской деревни, она была права, потому что семена укропа содержат эфирные масла. И в сухом виде, если мы их посеем, то да, они, конечно же, взойдут. Вот у меня тут такая история была необязательная, и он тут был россыпью посеян. Взошел он, ну, так себе, но достаточно, на нормальном расстоянии друг от друга, то есть зеленью я буду обязательно. Но для того, чтобы побыстрее взошел укроп, потому что что мы наблюдаем? Когда мы весной высеваем его без всякой предварительной обработки, то он очень долго всходит. Вот благодаря вот этим эфирным маслам, которые содержатся в семени. Если мы произведем любую манипуляцию, даже достаточно замочить на сутки в воде, это уже ускорит процесс всходов. Некоторые рекомендуют замачивать в перекиси водорода, трехпроцентный, аптечный. Рекомендуют это делать в течение 8-10 минут. Но я считаю, что если вы решили прибегнуть к этому способу, хватит и 5 минут. Некоторые рекомендуют в борной кислоте. Ну, хочется людям вот какие-то манипуляции делать. Пожалуйста, можете в борную кислоту, пол чайной ложки, стакане воды и там замочить. Снова же там 3-5 часов. Но я считаю, что и часа будет достаточно. Но с такими препаратами будьте осторожны, потому что мы не знаем, насколько повреждены во время сбора или обмолота наши семенные оболочки. Потому что если они повреждены, то будет обратный эффект. Повреждается сам зародыш. Поэтому лучше сократить время. А такая манипуляция, она, конечно, простимулирует прорастание. Можно воспользоваться любой готовой спиртовой настойкой. Нет водки, настойка боярышника, настойка пустырника. Все, что содержит спирт. Замачиваем, прополаскиваем, доводим до сухого состояния и высеваем. И тогда всходы наступают гораздо быстрее. Укроп можно сеять практически круглый год. И есть определенные сорта, которые рекомендуются для посева даже на подоконнике. Ну и вообще, селекция наука не стоит на месте. И, казалось бы, укроп на грядке мы никогда не задумываемся, что это за укроп. Там у нашей бабушки растет. Но существуют сорта раннего созревания, средние спелые сорта и поздние сорта. Так они разделяются по срокам прорастания и срокам достижения их готовой продукции. Готовая продукция официально считается 10-15 см. Так вот, ранние сорта, у них такая спелость наступает уже через 25-28 дней. Средние сорта на дней 7-10 позже. И составляет это 35-40 дней. Ну и поздние спелые сорта, это такие сорта, которые рекомендуется выращивать на подоконнике. Потому что у них длительный вегетативный период. И они очень долго не завязывают зонтики, семена. В северных широтах они могут даже и не сформировать зонтик. Ну, с другой стороны, зато круглый год вы будете с зеленью, со свежей. Какие сорта порекомендовать ранние спелые? В первую очередь хочу упомянуть такие стародавние сорта, которые пользовались огромным успехом. Еще даже, наверное, в мое детство. И это было... Выращивалось оно в промышленных масштабах. Привозили в межсезонье с южных регионов к нам в республику. Это такой сорт армянский и сухумский. Сорта старые, но очень урожайные, с высоким выходом как семян, так и зеленой массы. Современные сорта, которые можно найти и относятся к ранним. Это, конечно же, сорт отечественной селекции. Чуть не забыла, что у меня тут есть рояль. Это сорт, конечно же, грибовский. И сорт российской селекции, ну, скажем, русской селекции Советского Союза. Период до начала уборки зелени 35-40 дней. А зонтик выбрасывает через 65-70 дней. Это при том, что сорта средние и поздние спелые порядка 80-120 дней до появления семян. Вообще, сорт универсальный. Его можно рекомендовать не только для быстрого выращивания на зелень, но и также выращивать его можно на подоконнике, в теплице. То есть приспособлен к любым совершенно условиям. И отличается хорошими вкусовыми качествами. Очень много эфирных масел в зелени, в зонтиках и так далее. Среди ранних сортов я порекомендую еще сорт такой есть Аврора. Сорт готов уже через 25-35 дней к сбору. Разведка листьев немножко приподнята. Это вот сорта еще отличаются характером роста самого кустика. Розеточка приподнятая, что очень хорошо не повреждается влагой, которая содержится в почве или если загущенные посадки. Растение низкорослое, раскидистое такое. И отличительной особенностью этого сорта является то, что он очень устойчив к различным заболеваниям, которое иногда в холодные и короткие дни влажные, очень устойчиво он. Среди среднеспелых сортов хорошо очень зарекомендовал себя лесногородский. Иногда его еще пишут лесногорский, но все-таки это лесногородский. Наверное, где-то потерялась буква. Он отличается кустистостью и тем, что когда формируются зонтики и уже даже появляются семена, все равно еще дает хорошую зелень и после этого не прекращает вегетацию, а можно собирать и собирать очень долго с него зелень. Листья у него крупные, такие темно окрашенные, сочные и очень обладают высокой ароматичностью. Здесь у меня всякие прочие другие семена, которые также отличаются очень высокой устойчивостью. Долго некоторые не формируют цветочную стрелку. Среди средних сортов я хочу упомянуть еще, он уже в названии звучит, его характеристика, это густо облествлены, густую дает розетку и очень много побегов. Долго, длительно не формируют зонтики, поэтому также можно очень долго собирать зелень. Также интересный сорт, который называется кустистый, формирует широкий кустик сочной зеленью и высокими такими вкусовыми качествами. Поздние сорта, позднеспелые сорта, которые, как я уже говорила, можно круглый год выращивать, даже на подоконнике. Для этого достаточно будет горшка высотой 10 см, диаметром 20 см. Это такой распространенный сорт голландской селекции дил, у которого широкая зелень, такая мощная, и высотой он достигает метр тридцать, метр пятьдесят, то есть такие исполинские кусты, и которые очень имеют длительный период вегетации. Если где-то в северных широтах, то можно и не дождаться, когда он даст семена. Очень интересный, если кто-то хочет сделать декоративный огород у себя, сорт аллигатор. У аллигатора очень оригинальная листва. Она темная, зеленая, с сизым налетом. Также очень замечательные вкусовые качества. И тоже интересный, красивый сорт, будет уместен в декоративном огороде, ну и, конечно же, априори в пищу. Это сорт кибрай. Он характеризуется также наличием сизого налета, сизого налета на листьях, но листья уже такие нежные, зеленые, с легкой желтизной. Поэтому, даже посеяв рядочками разные сорта, разных сроков созревания, мы можем воочию убедиться, что сорта в самом деле отличаются друг от друга. Как высотой, так и приподнятостью розеточки над землей, и шириной листьев, окраской листьев. Ну и, конечно же, можно будет попробовать продегустировать наши сорта и убедиться, что да, они таки отличаются вкусовыми качествами. Кто-то более пряный, кто-то более нежный. У кого-то семена быстро завязываются, у кого-то они вообще не завязываются, но, может, кому-то они и не нужны. Ну и вот, давайте с вами посеем. Я предварительно замочила семена. Почва должна быть рыхлая. Вообще, укроп развивается хорошо в условиях теплого, можно даже сказать, жаркого лета, умеренно увлажненного. И, конечно же, чтобы было достаточное освещение. Легкая полутень уже повлияет на размер нашего урожая и на то, как будет формироваться кустик. Он будет вытянут, изрежен. Вкусовые качества его будут также уступать. Тем, которые растут на солнечном месте. Значит, главное условие – рыхлая плодородная почва, солнечное местоположение. Можно сеять россыпью, посеять. Можно, кто-то, кто любит порядок, и кому неприменимы случайные посадки, а надо все, чтобы было там, где запланировал, там я сидела. Значит, мы делаем канавку глубиной 3-4 см. Убираем, если есть, сорнячки. Я замачивала семена и на газетке их просушила. А куда ни делись, боже мой, досыпучивое состояние. Значит, вот смотрите, в течение суток получился такой настой. Ну, это кроме, конечно же, цветных пигментов, еще сюда и ушли наши эфирные масла. Ну, вот я сюда это выгляжу, чтобы вы видели, как это происходит. Ну, и потом я сделала так. И пройдет минут 5-10. Они подсохнут до сыпучего состояния. Состояние у меня было настолько сыпучее, что они вот сами высеялись. Сеем можем посеять гуще. И потом прореживать по мере роста. Делаем еще канавочку. Сеем на расстоянии 15-20 см друг от друга. Некоторые умудряются даже пикировать укроп. Я, конечно, не против, если у кого-то есть время и площади позволяют. Но я все-таки придерживаюсь в своем садоводстве, в своем огородничестве случайных посадок. Здесь у нас уже вот в смеси с песочком будет. Мы высеваем. Высеем. Присыпаем. Можно сверху присыпать подсушенным компостом или перегноем подсушенным, перепревшим. Либо песочком. Что у кого есть. Но если земля рыхлая и плодородная, как у нас тут, то и лишних каких-то манипуляций не требуется. Ну и, естественно, поливаем. До того, как появятся проростки, поливы должны быть регулярными, чтобы все-таки оставшиеся эфирные масла уходили. И для того, чтобы было достаточно влаги, чтобы семя набухло и как можно быстрее дало проростки. Дальнейший уход будет заключаться в рыхлениях между рядей, когда появятся всходы. И, если, конечно, хотите, подкормки, если для вас цель, как можно больше продукции. Подкормки могут быть всякие. Ну, конечно же, когда мы выращиваем у себя на огороде, то хотелось бы, чтобы это было как можно меньше химии. Поэтому любой настой травянистых, конечно, всеми нами любимая крапива, одуванчик, она будет еще и обеззараживать почву и препятствовать развитию различных бактериальных или грибных заболеваний. Но укроп иногда может нападать тля. Иногда он подвержен фомозу при загущенных посадках. Это когда буреют стебли, листья буреют. Либо фузариоз, когда желтеют листья, желтеют стебли раньше времени. Ну, снова, лучше воспользоваться, в данном случае выращивание укропа, воспользоваться народными средствами. Либо, если никак не обойтись, и того требует выход урожая, то надо это делать осторожно, в заниженных дозах и за дней 20-30 до употребления в пищу. Ну, а остальное будет заключаться только в поливах и в прополке. Хотя иногда где-то в огороде затеряется этот укроп. И даже и без полива и рыхления вполне себе растет. Особенно те растения, которые пережили зиму. Поэтому они закаленные и устойчивые к различным неблагоприятным факторам текущего сезона. Ну, вот этот укропчик, бедненький. Хотя не такой уж он и бедненький. Я его сеяла, не замачивая, не протравливая, пролив землю. И вот ему уже отроду дней 15-18. Вполне себя чувствует. Когда они разрастутся, то эти кустики даже будут теснить друг друга. То есть обычные манипуляции, ну, они оправдывают себя. Не стоит лишний раз там загоняться на каких-то мерах, потому что и так все нормально происходит. Кстати, укроп, семена укропа, они очень долго сохраняют всхожесть. Порядка 3-10 лет. Конечно, те семена, которые постарше, всхожесть у них будет меньше. И к ним все-таки лучше применять какие-то методы стимуляции, потому что семена усыхают, масла окисляются и препятствуют прорастанию. Здесь мне осталось еще подрыхлить, прополоть, и я соберу вполне себе урожай к столу или к каким-то закаткам. Хотелось бы с вами, надеюсь, поделиться, назвать это лайфхаком, как я заготавливаю укроп на зиму. Ну, вот на грядке у меня уже укроп, который сам насеялся с осени. Он даже уже вступает в фазу цветения. Такие уже настоящие пучки. Все это ни я, ни моя семья уже не в состоянии употребить. Поэтому, как известно, многие укроп... Ну, кто-то высушивает, кто-то замораживает. Укроп при замораживании очень хорошо сохраняет свои ароматические, вкусовые и даже цветовые свойства. Замораживаем мы обычно насыпаем в пакетик. И когда мы этот пакетик перед тем, как добавить в суп, достаем из морозильника, что происходит. Значит, пакетик немножко оттаивает. Мы потом это отламываем. Куски укропа на руках, на столе, на полу, на кастрюле. С ложки не отряхнуть. Я предлагаю вам такой способ. Измельчаем нашу зелень. Засыпаем в бутылочку любого размера. Мне хватает на мою семью из четырех человек трех-четырех таких бутылочек на зиму. Набиваем плотненько и немножко, буквально на такую бутылочку, две щепотки соли. Перетряхиваем. Когда оно замораживается, мы достаем из морозильника. И все у нас чисто. И руки чистые, и стол чистый, и пол чистый. И очень хорошо. Нам остается только немножко так сжать с боков, стряхануть. И укроп вылетает порциями столько, сколько нам надо. Быстренько закрываем и снова укладываем в морозилку. Ну вот все, что касается укропа. Надеюсь, моя информация была полезной. Кому-то понравилось. Кто-то узнал что-то новое. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»